Вот эти три коллектива, которые сейчас доминируют в Европе, и стать четвертым. Ни разу до этого фнатики не останавливались раньше, чем гранд-финал европейского ЛЦС. Да, возможно, это будет один из первых сезонов. Времени остается очень мало. Напоминаем еще раз то, что это последняя неделя регулярного сезона. Я бы не сказал, что времени прям мало. Четвертьфиналы в апреле уже, то есть будет две недели или даже больше. Потом еще половина. Ну то есть, скажем так, если фнатик будет постоянно прогрессировать, то времени достаточно. Если они к четвертьфиналам плохо подготовятся, тогда времени недостаточно. Но для элементов все тоже уже решено. Они тоже ни на что не претендуют. Как фнатики на все претендуют, так вот элементы ни на что не претендуют. Элементы претендуют, по-моему, все еще на место, на седьмое место. Да. Чтобы не участвовать в тайбрейках. Они как раз борются с командой Splice сейчас. За свое заветное местечко. Да, но их состав это Стив, Гиллиус, Эйка, Мистер Ралес и Спроттол. Грагас сейчас в жестком приоритете для большинства команд. Здесь сюрпризов никаких. Ну и по-прежнему из сильных пиков недели корки Лулу, которые забираются обычно в первых фазах драфта, так же уходят. В том числе. Поппи Люциан со стороны Фнатик. Ну а Браума пока что не берут. Ни одна, ни вторая команда. При этом Элистар тоже не в бане, поэтому здесь... Один бан Моргана против Спроттола был сделан, да и все. Возможностей много. Все саппорты, по сути, открыты. Против Фейки, кстати, на прошлой неделе банили Карму. Возможно, это пик, на котором он очень много тренировался и будет его использовать. Ну, возможно и нет. А, возможно и нет. Всякое бывает. Синдра была бы, конечно, очень приятной новостью. Ну, по-моему, рановато ее открывать, если они даже собираются ее брать. Ну да. Для Трандлса и Листаром самое время. Кстати, здесь напрашивается Сивир. На Сивир, комп, да, выходит все пока что. Ну, при этом и Трандл очень хорош против Поппи на линии. И в целом по игре он чувствует себя комфортно. Очень хороший потенциал убивать своего оппонента, сплитпушить. И если Трандл, конечно, очень сильно начинает доминировать свою линию, потом его останавливать все сложнее и сложнее. При этом Стив в составе Элемент себя демонстрирует в этом сезоне очень уверенно и хорошо. То есть он прям радует глаз. Ну, Стив, в принципе, был перспективным парнем. Только жаль, что как раз ему с командой особо никогда не везло. Ну, может быть, на долгосрочной перспективе он себя проявит еще и какая-нибудь команда в дальнейшем захочет его видеть в своем составе, если он будет дальше прогрессировать. Неужели это КС-1? А, Сарака! Вот он и Сарака. Появляется для Клайбака. Сарака для Клайбака, Сарака-убивака. Слушай, ну я все еще пытаюсь понять, я быстро сейчас догуглю все-таки этот вопрос, потому что, по-моему, все-таки... 6.5, думаешь? Ну да, потому что столько персонажей, которых в этом патче... Где Джарван? Где Джарван? Верните Джарвана. Ну, кстати, да, Гамсу играл Джарване еще до того, как это стало. Надо будет американский ЛЦС тогда посмотреть. Там будет сразу понятно, если в первой фазе драфта для себя будут иммортал забирать Джарвана, значит точно. Ну да. Они играют на 6.5. Последние два пика. Сона была бы интересным выбором, особенно с Изреалем, и дала бы нам немножко ностальгии по старому доброму второму-третьему сезону, но это невозможно. Это будет Лиссандра для Эйки. Ну, кстати, Изреаль для... Изреаль для Раллиза, да. Мистера Раллиза. Такой очень своеобразный драфт получается у Элеменс. Да, интересно, на чем будет играть Фибивен. Что у него против Лиссандры такого есть? На Фибиве он, по-моему, никогда не боится в любой матчап просто брать для себя ЛБ, да, и потом себя уже реализовывать на карте. При этом есть все-таки возможности некоторые у ЛБ убивать Лиссандру до определенного момента. Потом просто по ходу игры все сложнее и сложнее становится против нее играть. Просто здесь вопрос, зачем брать ЛБ, когда ты уже взял... То есть с Аракой, мне кажется, что-то другое должно быть. Да, вот это больше похоже на правду, считывая то, что на Азире он исторически был очень мощным парнем. Да, и это Азир. Вот ТАТР, 6.5, 6.5 патч, все рассказывает, 6.4, 6.4. Так с Азиром ничего не делали. Азиру много ошибок исправили. Да, багфиксы у него в основном были. Багфиксы в каждом патче с Азиром. Это уже на протяжении года уже. Серия видео, вот они, новые баги Азира. Богоеды на Ютубе, они всегда изучают новые-новые баги. Мне, кстати, что в прошлой игре драфт проигравшей команды не понравился, то, что сейчас у Элеменс, он какой-то очень странный. И я не особо представляю, как здесь вообще справляться с Люценом, с Азиром. Потому что то, что здесь дает Сарака, здесь надо все будет по ней тратить, все в нее давать. Но при этом Азир всегда рад, когда не по нему дает весь проказ, не по нему дает весь контроль. Но при этом в мете вообще можно понять, почему и Азир появляется. Потому что сами по себе пики много милишников, которые играют от инициации, которые летят вперед. Азир лучший персонаж, который может все это дело останавливать. Ну, плюс Азиру нужно время, чтобы после ослабления игроки действительно поняли, он сильный, не сильный, не все настолько прозорливы, как АТР, который несколько месяцев в студии рассказывал, как хорош Азир. Но, кстати, он и не был всегда хорош настолько все-таки. Ряд изменений тоже помогли ему действительно войти. Были вот такие как раз моменты, помнится. Ну, обязательно это зима прошлого года, когда Азир просто в первой фазе драфта... До MSI, до MSI. Да, до MSI он уходил. И потом в середине лета, вот как раз под конец лета, Азир также стал очень популярным чемпионом, на котором много играли. Самое мерзкое вообще, все это не идет ни в какое сравнение с теми временами, когда Азир был топ-лейнером. Вот это вообще, это просто было... Ну, там по большей части он на миде точно так же мог играться. Здесь была проблема в целом чемпиона, потому что он был просто слишком силен. Ну, а сейчас он, кстати, достаточно здорово сбалансирован. У него есть свои плюсы, у него есть также и свои минусы. У него такой интересный баланс получается. Вообще, вот этот патч подарил много интересных изменений, которые больше меняют механики персонажей в сторону уникальности. То есть там новая W Сараки очень интересно работает, новая Ультаур Готы интересно работает. Гамсу здесь уйдет, потратит один стак заражающего зелья, но просто вернется на базу. Ну, а Элеменс намереваются контролировать свап. Явно хотят. Явно не хотят ставить линию, и зря с Алистаром против Сараки. Я просто помню, был момент, когда линия Сарака-Лютсен, там вот как раз в межсезоне, когда там с Игнаитом изменения прошли, и ты просто залюцена, ты когда идешь играть на бот с Саракой, я помню, мы несколько раз с Ликритом ходили играть вдвоем на русском сервере, и ты просто залюцена, ты можешь быть самым-самым-самым глупым игроком на планете, и просто давать Ешку, каждый раз, когда она откатывается, давать Ешку во вражеского стрелка, и ты все равно выиграешь этот бутлейн. Настолько вот было с Саракой все жестко тогда. Ну, а Naive SoloQ всегда очень неприятный персонаж, против которого требуется совершенно другой отыгрыш. Да, и у нас все-таки будет свап элемент, остается их бот сейчас на топе, забирает грампа, поэтому игра будет все-таки развиваться не совсем динамично. Это да. Но при этом, кстати, Лиссандра-Азир матчап, Азир сейчас с Клинцом, у Азира хорошие возможности есть Лиссандру и в один на один не умирать от нее, и потом аутскейлить ее очень жестко, но при этом, если Азир подставляется, то Лиссандра мгновенно наказывает таких тонких персонажей. Ну, это касается любого матчапа Лиссандры против любого мидлейнера, потому что у нее есть просто возможности за счет прихода своего лесника выдавать большое количество контроля, которые позволяют убивать свои цели. Да, здесь у нас ничего такого любопытного нет. По-моему, кстати, чуть ли не синхронно, да, вообще абсолютно одинаковые ключевые таланты взяты. И при этом пять разных талантов. Вот это настоящий баланс. Будет самое интересное посмотреть, если наступят времена, ну, точнее, на этой неделе, когда будет играться американский ЛЦС, и там, допустим, в играх Immortal просто перестанут банить Сараку, и они не будут ее брать. Честно, перестанут банить Сараку. Почему ее перестанут банить? Ну, потому что в каждой игре против них банится Сараку. Ну, да, а почему кто-то должен переставать против них банить Сараку? Я имею в виду, ну, за счет реворка, там, допустим, Эдриан... Эдриан считает, что она теперь слабая, не захочет, допустим, на ней играть, потому что пока непонятно, насколько этот реворк хороший. Ты видел видео про Эдриана, почему он... Ну, на Reddit было видео, типа, что Эдриан, там, нарезка такая, что я играю на Сараке, потому что у меня самый большой чемпион пул среди всех саппортов на ЛЦСа. И я могу играть на абсолютно любом персонаже. И следующие 50 секунд нарезка, как он... Лок Жанны, Лок Жанны, Лок Сараки, Лок Сараки, Лок Жанны, Лок Жанны, Лок Сараки, Жанны, Сараки, Жанны. Ну, и в итоге Immortals имеют достаточно серьезный счет в американском ЛЦСе. Все-таки проиграв одну игру, хотя была недавно возможность проиграть и вторую против Дигнитас, хотя Дигнитас... Они не помогли себе выиграть этот матч. Они, скорее, просто легендарно провели эту неделю, выигрывая оба своих матча практически в ноль и выкидывая их в самый неподходящий момент. Что интересно, у Дигнитас меняются времена, меняются составы, меняются капитаны, лидеры, тренеры и так далее, но Дигнитас продолжает оставаться Дигнитасами. Все тем же составом, который может выиграть абсолютно у любой команды в мире, по-моему, и проиграть абсолютно любой команде в мире. Тут просто для меня такой, знаешь, вопрос вообще, каково это быть фанатом такой команды, как Дигнитас? Потому что я, допустим, знаю, каково быть фанатом команды СКТ. Сезон ты терпишь, сезон все хорошо. Потом сезон очень печальный, потому что прошлый сезон был классным, но вот следующий сезон ты опять ждешь, и все будет круто. Там здорово быть фанатом Самсунгов, ты всю жизнь думаешь, блин, как круто было когда-то, но теперь уже все не так. Круто быть фанатом СиДжея, потому что все теперь никогда не будет так, как было прежде. Но у Дигнитас никогда не было хорошо, чтобы сравнивать с тем, как все сейчас. Ну, твой Элементс тоже когда-то все было хорошо, хотя... Но СКТ, кстати, сейчас форму набирают. Ну, и... Стандартные СКТ, причем это ни о чем не говорит в плане того, что будет дальше. И с Кутайгерс та же самая ситуация. Сейчас особенно то, что Бланк заиграл в составе, и после ЕМа вот несколько матчей СКТ провели, достаточно уверенно. Как ты думаешь, что завтра выиграет матч СКТ Кутайгерс? Я думаю, СКТ. Спасибо. Спасибо тебе большое за то, что СКТ лишились малейшего шанса на победу. Благодаря твоему... Я же не Бульбазавру, а его. Подожди, но Бульбазавру он просто неправильно ставит. А ты, независимо от того, правильно ты ставишь, неправильно... Может, СКТ их должны были выиграть, но после твоего прогноза они любые шансы потеряли. У нас стандартный свап, поэтому мы обсуждаем СКТ, Дигнитас и былые времена League of Legends. Потому что ближайшие 15 минут на карте нас ожидает позиционная борьба. А может быть не 15 минут, если команды захотят как-то ускорить игру. О, о, эй-ка. А ведь он уже без телепорта, а ведь он уже с Неготроном, а ведь ему... Все еще больно. Продолжает пока что командовая фарма, все идет очень ровненько, за исключением того, что Стив сейчас лидирует по фарму по сравнению с Гамсу. Хотя Гамс сейчас добрался до миньонов и сможет их позабирать. Чем мне кажется, когда у тебя есть Телестар с Грагасом, надо Азира, который тем более тотемы в верхней части леса не ставит. А, ну вот, кстати, элементы решили все-таки иначе отыграть сейчас свой свап, потому что они линию не направляют на бот, не будут спушивать вторую вышку, а именно ставят ее в такой позиции. То есть, возможно, сейчас лесники начнут себя реализовывать на карте. Ну, у Грагаса Герольд, по-моему, с Герольдом как раз ты можешь реализовать себя, в первую очередь, выйдя на линию, а ганкать с Герольдом намного сложнее становится наоборот, за счет того, что ты палишься, как раз мы видели в предыдущей игре. Наоборот, вот, кстати, с Герольдом очень выгоден свап вот этот обыкновенный, потому что ты обычно с ним забираешь на одну вышку больше. Но при этом, смотри, сейчас на боте уже троица элементов есть, Грагас туда все еще не идет, он может туда сейчас отправиться, потому что в противном случае этот Герольд — это просто золото и все. И дракон, и Герольд просто, да, которые ничего не сделали, кроме как были взяты, дракон полезней. Вообще странно то, что элементы здесь делают, потому что за счет их вот этих передвижений на карте они дали время и Фнатикам повыфармливать миньонов. Сейчас просто на бот придет Клай, и они Гамсу здесь не задавят. Ну, дайвить Сараку... Хотя у Стива есть шестой, но... Дайвить Сараку с попи. Дайвить Сараку, да. Джилиус направляются во вражеский лес, направляются на дайв. Ну, тут планируют дайв и отступают. У Спирита очень мало ману. Можно по Спириту играют, но при этом Сарака продолжает его хилить. Забирают первую кровь сейчас уже ребята из Элеменс. У Гамсу проблемы, Клай его подхиливает. По-моему, сейчас все умрут в Фнатике. Подходит Фибивен, попытается сыграть. Двоим очень много урона наносит. Убивает двоих сейчас Фибивен. Сюда подходит Лиссандра. Через стену не получается у Эйки улететь, но Фибивен умрет в любом случае. А вот на топе в это время Реклес продолжает стрелять по башне. Четыре убийства здесь для Элеменс. Фнатики сами не поняли, что они хотят сделать. В определенный момент они начали просто убегать, но заметили, что у Спирита просто не остается мана, и он никак не может выйти из-под вышки. Там, знаешь, как бы... Спирит просто не хотел уходить. То есть Клай с Гамсу хотели уходить, а Спирит не хотел. И в итоге сейчас для Элеменс очень выгодная ситуация поворачивается. Но вот это одна из проблем, которая встречается у Фнатиков, когда они играют не на автомате, то есть у них какие-то линии выигрывают, и игра просто идет тем течением, которое для них считается комфортным. Каждый чувствует игру, и у них все получается. А когда у них происходят проблемы с коммуникацией, то они допускают ряд таких ошибок, которые в обычной ситуации большинство команд не делают. Сарака у Мирака. Ну, конечно, самые легендарные игры Фнатиков — это когда Гамсу играет на Мальфите. Господи, я просто готов эти реплеи пересматривать вечно. Ты не видел? Ну так, частично. Одну, по-моему, только я игру видел с его Мальфитом. У Гамсу была одна игра на Мальфите, где он за всю игру выдал три ультимейта всего. Он Гамсу всегда ждет. Погоди, но мне кажется, или ты сейчас забываешь, откуда родом Гамсу в целом? То есть он хоть и кореец, но родом он из американского ЛЦСа, в котором была самая легендарная игра в истории. Сион против Мальфита, где первая ульта Мальфита была под своим Т3 на эскейп от ульты Сиона, после чего была потеряна сторона. На 33-й минуте первая ульта Мальфита. Ну, тогда он получает полностью оправдание. Самое при этом что болезненное, что в этот момент матч комментировал никто иной, как стажер. Ему эта игра была просто... Как... Не знаю что, как соль на рану. Есть некоторые проблемы сейчас, по-моему, натиков. Да, они отстают на 3 тысячи. Технического плана. Все еще не окончено. Это только начало. При этом, кстати, если вышку Реклус успеет забрать на топе, то по золоту там отставание будет. Что-то порядка двух тысяч всего лишь. Кстати, я хотел обратить твое внимание, думаю, что вы с Ником такие вопросы не обсуждаете, в силу того, что вы не слишком глубоко погружаетесь все-таки в атмосферу ЕОЛЦС. Обратите внимание, у Спирита, у Спирита... А, он нам повтор покажет. Ладно, попозже чуть-чуть об этом поговорим. Вот он тут... Уходить или не уходить? Вот это стандартная ошибка любого кинофильма, когда один из твоих главных героев собирается умирать, ему оставляют гранату, я их задержу, просто бегите. И команда возвращается за своим героем-спасителем, и умирают в итоге все. Не зря же этот такой прием считается очень стандартным. Почему-то фнатики, наверное, не любят смотреть такие фильмы. И так. Блокбастеры. И так. У Спирита очки, как у Импа, очки такие кругленькие, гарри-поттеровские. Как ты думаешь, почему в Корее популярны такие? Я просто как очкарик, меня этот вопрос достаточно сильно интересует. Потому что я думаю, может, это мода по всему миру такая, может, мне такие очки тоже купить себе. Наверное, в таких очках ты имеешь право сказать, я готов играть против кого угодно один на один, без рун, без мастерс, любой чемпион, я убью тебя. Почему? Так говорил Имп. А, ну, вообще, я помню, там в свое время Абда устраивал конкурсы, типа, ты видел эту, да, тему, когда он играл один на один против китайских Diamond 1 игроков на Лисине. Не-не-не, точно-но. Короче, там была серия видео, Абда играл дуэли. Допустим, он играл дуэль на Лисинах на Мидлейне, один на один. Условие было такое, что Абда не качает Q-спелл на Лисине. Следующая игра была дуэль. Он играл один на один на Ариане. Знаешь, какое там было условие? Q. Он не качал Q-спелл. Он выиграл обе эти дуэли против Diamond 1 китайских фарней. Вот такие вот есть интересные вещи. Ну, в этом, кстати говоря, вся сила Абда была. Там, кстати, какие-то подозрительные новости появлялись. Вот совсем недавно, буквально несколько недель назад, может, даже неделю назад. А у него бан закончился. Да, по поводу Абда, что его приглашают в одну из китайских команд. Вообще без всяких сомнений, учитывая там, какой кризис в Китае сейчас. Другой вопрос в том, что, к сожалению, его скиллы, которыми он обладает, они намного менее полезны для 5 на 5, чем в 1 на 1. Ну, соло-кью направлены, это понятное дело, но при этом... То есть, причем, понимаешь, у него... А в Китае это и надо сейчас. У него, у него, у него, у него, не, 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 у него совершенно не те... Не, 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 не. У него не те совершенно соло-кью скиллы развиты, которые развиты у обычных, вот знаешь, таких соло-кью крутых игроков. Потому что, в первую очередь, что он умеет делать на мидлейне, это абсолютно легендарно ставить линию таким образом, что противнику ничего не остается, кроме как звать лесника. И при этом Абда достаточно круто это читает, потому что ставит варды там в одних и тех же местах. То есть, у него есть определенная модель поведения, и очень интересно посмотреть, что будет делать Абда, когда против него все-таки, против стиля, который он там 3 или 4 года оттачивал, придумывал и отрабатывал, против него там попадется, во-первых, сильный механический игрок, потому что Абда сильным механическим игроком не является. А во-вторых, когда против него будут противники, которые знают, что он делает обычно. Поэтому... Ну, я боюсь, что может случиться такая же ситуация, так как первоначально была с Incarnation, на которого очень многие ставили, что он просто придет и уничтожит полностью американский... Ну, он достаточно хороший при этом сейчас. Но сейчас, да, вот, после того, как прошел какой-то промежуток определенного времени, сейчас Incarnation наконец-таки заиграл, и играет действительно круто. И Cloud9 та команда, которая сейчас вселяет какую-то надежду в себя. Тут вообще очень многое зависит от того, насколько удачно подходит мета для игрока в момент, когда он приходит, потому что тогда он получает уверенность. Для Абда же легко. Ари в любой мете вообще хороша. Абсолютно. Да, но при этом Абда — это в первую очередь TF и Fizz. Это два его главных мейн-персонажа. Что-то новенькое для соло-кью-мейнера. Не, ну Абда же как раз тот игрок, который отмечал, что Ари самый сильный чемпион для соло-кью. Да, когда Ари вообще никто нигде не брал, и она была... Не, она использовалась. Ну она так, была тир-2 мейнером в лучшем случае. Это был единственный момент за последние два года, когда Ари действительно практически не брали. Ну вот практически она не пикалась. Ну, кстати, как и сейчас она тоже пик такой редкий стала. Ну просто более целенаправленные какие-то пики берут. Так же, как и Лебланк сейчас. Все меньше и меньше используется. То есть, да. Но при этом Лебланк — более ярко выраженный персонаж в этом плане. То есть ты... Ари, она такой вроде как и ассасин, а вроде как бы и просто мобильный маг, который дает всего по чуть-чуть. И уроны, и контроли, и инициации, и контр-инициации. Ари хороша против каких-нибудь монстров, там, мидлейна по типу Виктора, который, если выйдет в свой лейтгейм, начинает ваншотать всю вражескую команду. И в сочетании с каким-нибудь Алистаром, или с хорошей инициацией, при которых есть возможность сыграть по этому персонажу, Ари очень здорово поддерживает. Хотя при этом мне всегда кажется, что для Ари выиграть матчап против Виктора невероятно сложно. И в целом матчап... Сейчас, с учетом того, как играется в основном линии, малое зависит от матчапа, потому что по большей части именно на линии влияет Лесник. Да. Хотя, опять-таки, да, ты всегда можешь сам выбирать, когда ты, как ты ускоряешь линии, как ты ускоряешь темп игры. Да. Сейчас как раз возможностей много. Во многом об этом и есть игра. Ну и вот эта игра у нас о том, что здесь поставлена пауза фнатиками, и мы, наверное, сейчас уйдем на небольшой технический перерыв. Наверное. Да. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 отряд. Не-не-не, теперь там есть Реклесс, потому что Гамсу на боте, при этом у него есть телепорт, чтобы поддержать свою команду, если понадобится. Но в такой ситуации, конечно, они не находятся сейчас в опасности. Правда, вот за счет того, что ворды свои элементы расставляют, идет телепорт от Гамсу по Спраттолу. Проблема у Спраттола, но есть ульт, он не знает, куда ему бежать, у него при этом есть флеш, Гамсу ему не дает толкнуть никуда. Подбрасывают Алистара и сюда подходят. Еще Грагас и Спирит играет с флеша Спраттола, пытаются добить, но Гамсу не попадает топором к окон по Гиллиусу и при этом продолжает жить Алистар, Реклесс настреливает полный ульт Гиллиуса, по Эйке пытается въехать Фибиван, но и Эйка, по-моему, сейчас уйдет. Просто какой-то спасти рядового Райана, потому что за Алистара умрут все остальные и Спраттол наконец-то тоже умирает. Нет, это не спасти рядового Райана, к сожалению. Да, его Эйке здесь никак не получится Реклесса наказать. Самое интересное, когда по Гиллиусу просто входило тонну урона, Реклесс выставлял полностью свой ультимейт, там еще какие-то дополнительные автоатаки проходили, и там просто банан, который летит, единственное от Сараки добивает. Как обычно у нас забираем убийство. Здесь знали, что Спраттол стоит, правда... Здесь Спраттол очень странно сыграл. То вперед, то назад. Наверное, хотел, чтобы команда поддержала, но команда вообще была в мега неудобной позиции. Нечестный выбор Листара дает возможности жить очень долго, и здесь еще Гамсус, конечно, странным образом сыграл. А там есть определенные... Иногда бывает, что если ты Яку одновременно даешь, но это не та ситуация, по-моему, на попе. Здесь, конечно, Фибион круто сыграл, но и Эйка среагировать успел, благодаря чему выжил. Да, вот здесь вот Спраттол зазря, конечно, возвращался уже, потому что он не обязан был ничего делать. У него не было мана, у него не было здоровья, поэтому убийство, которое он уже дал, было ненужным. Ну, там урона от Эйки и Мистера Ральза влетело. Очень много, просто не было возможности зачистить драку. Ну и счет у нас сравнивается, становится 4-4. Все еще по золоту Элементс лидирует, при этом неплохо лидирует. Забрали они на одну вышку больше. При этом Мистера Ральза очень хороший счет, очень солидные предметы и действительно у него все круто. Но это, кстати говоря, может быть второй Герольд. Единственное, что первого, по-моему, Элементсы реализовали за счет того, да, его очень неплохо, но скорее уже шлифов натиков. Реализовали они его круто. Герольда получили, убийство для себя получили. Упс, проблему у Стива. У него есть флэш, у Гамсу флэша нет. Стив позовет на помощь Эйку. Стив играет по Гамсу, с флэша его добивает. Проблема у Спирита, но он явно не на выход здесь отпрыгивает своим репелом. Корейское дуо пока что выглядит неуверенно в этой игре. Сейчас Спирит, скорее всего, будет отдавать убийство Стиву. Но это очень странная попытка. У Стива Пилар уже должен был откатиться. А он хочет на развороте здесь сыграть по Трандлу. Или просто вытянуть в миспозицию игроков Элементс. Но Эйка, долго не думая, просто ультует. При этом на миде Гелиус там подсейвил. И в итоге у Фнатиков не все хорошо, потому что уже вторая такая жесткая ошибка происходит. Еще и Клай подставляется. Клай здесь точно умрет. Клай подхиливает себя, умирает. Очередное убийство для мистера Ральза. 4-0-1 становится. Фибиван. Есть флэш. Он выпрыгивает, но при этом Гелиус красиво пытался сыграть, но Фибиван сыграл четче, потому что мгновенный клинс и флэш. Тут никакие мини-нокапы от Грагаса не помогут. Баф Герольда все еще висит на Джелиусе, за счет чего, конечно... Миньончики все равно долго не потанкуют. Тут еще и волки приходят на помощь. Миньонов очень мало остается и придется в любом случае элементам отступать. Но одна из тех проблем, с которой многие игроки сталкиваются, когда они пытаются убить Трандла, который имеет преимущество по сравнению со своим оппонентом, он действительно очень силен. И Гамсу просто недооценил тот урон, который тролль может выдать. Особенно учитывая то, что какого-то бёрст урона действительно нормального не было, там даже рунного эхо у Элизы не было, и они еще не влили весь контроль и весь урон вместе. Поэтому у Трандла было возможности ультануть и потанковать и развернуться. Появляется еще и титаническая гидра у Стива, за счет чего... Ой! Сейчас как бы Реклес без самонерок не остался, потому что здесь Стив его прощать не надо. Реклес, Реклес, флеш прожал, подходит Клайбак, Стив ультует, но вот ульт был лишним. А, так, напугать уже. Мне кажется, может, у него кулдаун был, но если бы он ультанул раньше... Ох! Было близко. Просто у Реклеса-то хила не было еще. Он только откатится сейчас. Ультимейт мистера Ралли задостигнул своей цели, хотя пока урона сам по себе не так много вносит, потому что дополнительно... Очень давно не возвращался на базу Ралли. Сейчас статов у него нет. У него 4-0-1 и золота много. Я думаю, он просто перчатку хочет райвкликнуть, поэтому он дофармливал на этот предмет, чтобы потом... Потому что у него еще и длинный меч, то есть может он там перчатку и там вампирик, например. Перчатка появляется... И все. Да, все-таки только на перчатке. Хотя вон, на базе еще стоит. А, мана восстанавливает. И побежал. Да, в Изреале имея такие предметы на 14-й минуте, это страшное дело, потому что сейчас затанкованности у фнатиков никакой еще нет. Их танки как раз очень сильно просели в темпе игры. И учитывая то, что у противника есть Трандл, который тебя опережает, то как бы твои танки не собрались, у тебя все равно очень плохо все будет. Да, поэтому Изреаль сейчас просто очень много урона будет по всем целям вносить. И если Элеменс решат сгруппироваться, а это было бы отличным решением для них, и где-то создать осаду, то у фнатиков были бы большие проблемы. Классно вообще в том плане, что вытягивается куча резистов, потому что есть Эбисол, есть ульт Трандла, а у Еурона у команды Элеменс достаточно. Здесь и Изреаль, и Элисандра, и Грагас есть чем поразмажиться. У фнатики пока что катают по карте, они запушили топ, при этом Элеменс побежали там отвечать. Сейчас Эйка пытается по Гамсу инициировать, правда сам просядет сильно, но Грагас потерял много стороны. Грагаса можно ульты попробовать добить, не получается. Как раз очень вовремя от Клайбака зашел ульт. Конечно, против Сараки вам нужно драться раз и навсегда, вам нельзя вот эти мелкие стычки вступать, потому что в противном случае вы все время будете трейды проигрывать. Телепорт от Гамсу пошел. Кстати, мистеру Раллизу не обязательно отсюда уходить, хотя он, по-моему, бежит к своей команде, чтобы попытаться забрать мид Т1. Как-то Элеменцы все свое преимущество реализовать не смогли. Они пытаются бросить силы во все места и по большей части отвечать на то, что делают Фнатики. Хотя это неправильно, когда ты ведешь игру. Особенно, когда у тебя такие пики, как Лиссандра с Грагасом и Алистаром, ты очень легко можешь навязывать любого рода инициативу. И у оппонента есть Азир, то есть есть очевидная цель номер один, по которой стоит играть. Да и у Люциона пока там не появился QSS, нужно даже по нему играть. Тем более, Элеменс целенаправленно выбирают именно такой стиль игры, потому что Эйка не собирается через жезл веков, он пошел через посох пустоты. То есть тейтемизация, при котором у него на двух слотах будет выживаемости не так много, при этом сами по себе предметы полезные будут в командных сражениях. Очень важно просто, что если ты не играешь через скипетр пустоты, то ты просто против Азира слишком сильно на линии терпишь. В принципе, на шорт-рейндж магах такая проблема часто встречается. И иногда ты не хотел бы собирать что-то другое, точнее, ты хотел бы собирать что-то другое, но ты не можешь этого сделать. Ну и в итоге Эфибивен, кстати говоря, по тем же примерно причинам, потому что Александра его может в мили забурсить, он тоже на этот предмет, похоже, выходит сейчас. Фнатикам сейчас очень важно не встречаться на тех линиях, где есть Трандл. То есть максимально долго выигрывать время против этого чемпиона, потому что он сейчас слишком силен. У него 11 уровень, у него есть титаническая гидра, которая просто позволит ему любую цель разорвать. Ну вообще номинально Трандл здесь очень плохой пик, потому что когда-то у оппонента Азир с Люцианом и есть чем кайтить, это как бы хорошая новость, чтобы играть против Трандла. Но когда у Трандла так много возможностей для инициации со стороны Грагаса с Александрой и с Элистаром, то эта проблема не возникает абсолютно. Помимо этого, ему просто это не обязательно делать, потому что сейчас Гамсу не может отвечать на его сплит-пуш, а один на один он его просто съест. Слушай, интересно, какой рекорд в профессиональных играх по количеству забранных Герольдов есть? Три. Три? Все? А ты больше не можешь забрать? Физически? Точно? Ну, обычно не можешь, да. Я видел одних ребят, которые попытались Герольда чуть пораньше забрать нужного времени, и они умерли вдвоем от него. Американский ЛЦС. Американский ЛЦС. Великий, великий, могучий. А он просто дарит такие хайлайты, что ни один другой регион с ним просто не может сравниться иногда. Ульты из Реаля проходят. Кстати, для тех, кто не в курсе, недавно Фроген установил мировой рекорд по фарму в профессиональной игре. Он рекорд Изихуна побил, да? Или кого? Да, да, да. Практически на 100 миньонов, кстати. Но... 866. Прости, АТР. Лига Легенд эволюционировала за эти два сезона, когда существовала легендарная команда SK Telecom T1S, которая просто была самой терпильной командой на планете. Давайте возьмем Изихуну Зикса и посмотрим, что получится после 60-ой. Изихун на шести слотах кричит, Два! Получи ульту, АДшник и умирай после этого. Ну, там обидно было просто для Фрогена, наверное, потому что он выполнил план на 400 миньонов больше, 6 слотов у него потом никак не эволюционировали. Порой он покупал просто разные предметы, что, о, возможно, этот зайдет сейчас получше продамкой, у меня все равно в инвентаре еще порядка 10 или 12 тысяч. Но в таких ситуациях это как раз тот случай, когда ты должен продавать два предмета, покупать Знамя Власти и Портал Зерота, кастовать их и перепокупать обратно свои предметы. Это вот когда у тебя овер много золота. Это, конечно, все здорово, только не когда ты зажат 60 минут на своей базе и... Ну, кстати, как раз в такой ситуации... И сносишь Т1 на мидлейне вражескую на 61 или 62 минуте, да. Поэтому они просто не могли физически это реализовать. Не знаю, на LCS он порождает много классных историй, но, к сожалению, эти истории оканчиваются внутри региона. Все классные истории на LCS на международных турнирах они где-то в групповом этапе на 4-3 месте обычно заканчиваются. Хотя... Посмотрим, как покажет себя MSI. Immortals действительно могут... Немножко выделяются из всего североамериканского региона, хотя, конечно, их игра очень специфическая. Да, в начале сезона просто во Фнатиков с оригенами тоже особо народ не верил, что они до топ-4 мира дойдут, да еще и там Фнатики СКТ показали на MSI, где раки зимуют, потому что, когда у тебя стилбэк, но ты все равно играешь... Причем, ну, такой стилбэк, который не особо еще хорошо играл. Ты все равно играешь против СКТ 2-3 в полуфинале. Ну и при этом, если взять Фнатиков прошлогодних, которые играли порой правильно, играли позиционно, бывало они играли от Хуни и Рейновера, которые творили просто какую-то дичь на карте. Не всегда у них это... Впрочем, ничего нового. Не всегда у них это удавалось. И это продолжается в американском ЛЦ. А Immortal сейчас играют в принципе свою каждую игру, так как Фнатики играли своих, наверное, таких самых забавных стомповых игр. Тот состав, который полюбился уже сейчас. Подходит Стив, инициация тейки по Клайбаку очень неудачная, потому что Сарака сейчас выхилится и проблем у нее не будет. Ну, скорее, выхилит именно своих союзников. Да, ну и тем временем Элемент спросили. Преимущество по золоту никак не увеличилось, оно даже стало меньше по сравнению с тем, которое они заработали. А вот время идет. Не хватает очень... А у Азира появляется уже второй предмет, с которым мистер Ралис не может бороться. Давления от Спратола не хватает вместе с Гелиосом, потому что Эйка сам инициировать не особо хорошо может. Все-таки инициации Элисандры они достаточно предсказуемы, но когда игра не идет где-то там... Она и не должна первой влетать, по большей части. Ей надо хорошая позиция, чтобы реализовать чемпион. Только если это Александр Саппорт. По Фибивену играют и Фибивена убивают. Вот то, что должен был сделать Спратл. Драка при этом может продолжиться, но тут у Александра уже ульты нет. Просто вспомнил Александру Саппорта, потому что самый ненавистный пик ликрита в этом сезоне в корейском LCK. 0% винрейта. Покупает, кстати, Гамсу себе очень рано QSS. Да, еще до ледяной пелены он его взял. Насколько будет это эффективно пока не понятно. Ну, против Александра, против Трандла. А что еще? Очень хорошая позиция у Джилиоса. Он может выкинуть практически всех. Да, и есть у него Флэш. Спратл подбрасывает Реклис. Реклис пытается подхилить Клайбакс. Флэша играет по нему. Стив еще и Изреаль поддерживает. Ульта Грагоса не добивает, и даже рунное эхо тоже не добьет. Не достает здесь до Реклиса. Так бы, кстати, убило его. Да. Но здесь элементы все слишком несинхронно сделали, потому что Стив подфлэшился, Гилиос ульту придержал, и при этом у него был флэш, то есть он явно мог по Реклису намного более агрессивно играть. Это не важно, потому что две башни упало с этого, и теперь элементы ведут на 4000 по золоту. Просто если бы они в этой ситуации еще кого-то и убили, они вполне могли бы попытаться забрать барона, потому что у нас 23-я минута уже подходит. У них, кстати, отличный сетап, чтобы барона забирать, потому что танки есть. Здоровья не так много будут на нем терять. Но у мистера Раллиза было достаточно мало маны, поэтому не хотят допускать ошибок, которые как-то допускали ТСМ в играх против команды Эвер. Хорошо сделали все элементы, у Фибиона просто не было возможности выжить. Да. Но при этом, кстати, подожди, это только с QSS работает, или Клинс тоже чистит станы от подбрасывания, и ты можешь флешиться? Нет. Клинс точно не чистит. То есть только QSS ты можешь делать QSS флеш. Окей. И Клинс тоже хуки-блитскранка не... Ну и сейчас... Подожди, разве Клинс не снимает хуки-блитскранка? Клинс? Да. Клинс флеш, нет? Не работает это? Нет, нет. Окей. Хотя я так говорю уверенно, хотя сам вообще не знаю, честное слово. Это такие моменты, которые очень сложно проверить. Ну, у меня, например, механика позволяет в лучшем случае нажать флеш после того, как блитскранка закончится, потом прожать Клинс и умереть уже возле вражеской базы где-нибудь. Не в ту сторону все прожав причем. Для этого нужно четко момент чувствовать и две кнопки практически одновременно нажимать. То есть минимальный пинг, минимальные сомнения и очень четкое исполнение. Да, у фнатиков сейчас, конечно, ситуация на карте не самая лучшая. Они продолжают проседать в этом темпе игры. При этом элемент сейчас забрали то, что принадлежит им. Надо, главное, не останавливаться, забрать вышку Т2 на топе. Тем временем Мейка, кстати, заблуживает бот. Ооо, Джилиус просто со стилем зашел и выпил вражеский красный баф. Спирита здесь поймать не получится. При этом Джилиус не дал сейчас Реклусу его красный баф, что тоже является неприятным моментом. Эйка тем временем продолжает давить бот. Стив просто здесь слишком большое давление создает против Гамсу и Гамсу просто ничего не может сделать. Перчатка уже есть у Стива. Как-то у Фнатиков, по-моему, ой, Спирит еще и попадается. Подходит Фибиван. Фибиван его не спасет. По-моему, выглядит игра очень похожа на предыдущий, только внезапно это не в пользу команды Фнатик, получается. Фнатик продолжают играть как команда Team Just MSI на LCL в том плане, что одну игру они проводят очень уверенно и выигрывают, другую игру они проигрывают. Да, но при этом у них последние все недели просто у Фнатиков действительно идут 1-1, 1-1, что для их класса команда не подходит. Эйка хочет сыграть с флэша по Фибивану, но у Фибивана есть клинст, по Эйке играют, но у него Жоня в Гамсу выбрасывает двоих, его подбрасывает Алистар, минус Гамсу. Фибиван наносит урон, но очень не хватает Эдгэри, который с большой дистанции может как-то поддержать. То есть здесь Джин, наверное, зашел бы гораздо лучше. Джин, Кейтлин. Джин, Кейтлин, Джинкс еще также с большого расстояния бьет. Ну, кстати, Изреаль также неплохо может смотреть. В какой-то мере Тристана, но в меньшей степени. Ну, Тристана все-таки на более поздних стадиях игры. Ну, то ли дело Джинкс. Джинкс? Ну, у Джинкс есть ультимейт. Ну, да, да. У Тристана он, конечно, тоже есть. У каждого чемпиона в игре есть ультимейт. Ну, кроме, конечно, Удира. Не только Удир. Ну, ладно, ладно. Там Джейс, Нидали. Да. Элиза. Как раз Элиза. Не всем ребятам все-таки повезло. Знаешь, когда... Кому-то решили. Когда новички начинают играть... Бюджета не хватило. Когда новички начинают играть в Лигу Легенд, и их уже научили флеймить, но еще не научили играть, и они не понимают всех обилок, но они знают, что после тимфайта ты можешь посмотреть, у кого зеленая горошинка не горит, точнее, горит на ульте, вот тот, значит, и проиграл тимфайт. Смотришь, ага, Элиза с Джейсом-то ульты не потратили. Все понятно. Все. Третий дракон сейчас уходит также в пользу Элеменс. На Шора пока что все еще не трогали. Кстати, четыре дракона за 26.50. По-моему, очень неплохой показатель. С самого начала при свапе еще Фнатики забрали первого своего дракона, поэтому в Элеменс решили не отставать. Сейчас за счет того, что они доминируют на карте, забирают все, что хотят. Фнатикам... Инициация от Фнатик. Гамсу пытается сыграть по Ралезу, но тут очень быстро его просто растворяют. Он еще и за Куи свесился, но это вообще никак его не спасло. Подходит Спратл, он может подбросить сразу троих. Спирит пытается пожертвовать собой, разворачивается Фнатиком. Ни в коем случае нельзя. Ульт Грагаса выбрасывает Реклиса. Минус Люцен. А вот Спирит выживет, кстати говоря. Вместе с ним убегает на какой-то спринцерской скорости Сарака, а Элеменсы идут делать барона. В таких драках, конечно, Сарака вообще никак себя не реализует, потому что она просто ровным счетом ничего сделать не может. Когда ее команда разделена, она просто придерживается позиции своего адекерия и мидлейнера, нет возможности помочь своим союзникам. Вообще очень странно, Фнатики предпочли здесь сплититься, а персонажи, которые, ну, индивидуально, они не настолько хороши, как у Элеменс, потому что та же самая Сарака, тот же самый Азир, да та же отчасти Поппи, им нужна все-таки поддержка от команды, чтобы вместе какие-то вещи реализовывать. Такие инициации просто категорически нельзя. Да я вообще не понимаю, зачем эта инициация была, потому что они и так по золоту проигрывали, по преимуществу очень сильно отставали, и здесь ничего как бы не угрожало им, то есть мидлейна у них и так нет, то есть вышки Т1, Т2 потеряны, они отступали, была возможность просто подфармить где-то, выиграть время. Сейчас они проиграли командное сражение, при этом потеряли Нашору, с которым будет возможность у Элемент зайти уже на хайграунд. Да, тем временем, мол, В у Изреаля, ну и там у Трандла уже четвертый предмет почти. Трандл просто бежит по линии, ему, кстати, к своей команде вообще не надо передвигаться, он... С семнадцатого уровня, на четырнадцатый у Гамсу, три уровня отставания. А я не знаю, кто его будет теперь останавливать, просто некому сейчас... У Гиллиус тем временем встрял и умер, правда, проблемка Трандла остается. Ну и там по моему сторону полностью заберет, не только Т3, тем временем Мейка забирает Т2 на топе. Даже с потерей Джиллиуса Элемент никак не страдает, они придержатся своего плана и у них это получается. Но при этом не успел забрать здесь ингибитор Стив. Решил, что... Гамсу, по-моему, не чувствует момента, когда он играет из отставания или когда он играет из преимущества. Он просто летит вперед, а там будь как будет. Важно то, что Трандл умирать вообще тоже не стоит, потому что, во-первых, давление сильно спадет, во-вторых, экспы много надает. Все-таки при таком разрыве забрать Трандла это очень хорошая затея. Они его просто слишком долго будут убивать. Это конечно. У них нет такого контроля, который можно накладывать один за другим. То есть это по большей части Поппи, если в стенку вмажет и... ну и Лиза, которая коконом попадет. Здесь действительно Люцин в целом по концепту не так хорошо заходит как какой-то другой адешник, потому что и контроля не хватает в этом сетапе, который можно зачинить. Все-таки с Саракой ты должен полагаться на источники контроля в других местах, потому что большинство саппортов, они очень много тимфайтного крауд-контроля предоставляют. Не, это бы очень классно выглядело, если бы была бы обычная линия без свапа, где бы они стояли, выфармливали, там Люцин бы доминировал свою линию, вышел бы по предметам вперед мистер Аль. Но, к сожалению, к 2016 году команды все-таки придумались. А тут происходит дайв на восьмой минуте, где мистер Ралис получает три убийства в свою пользу, и такой, опс, что-то не так. Проблема, в принципе, Сарака и не завезла, получается, команде Элеменс. Да. Но, при этом, по боту идет Трандл, 1-3-1 Элеменсы пытаются использовать, Клай уворачивается от ульты Эзриэля, что приятно. Ну и там, по Трандлу Поппи играет, Трандл урона не замечает. А Трандл с Поппи играет. Да. Как бы, очевидно, дубина Трандла помощнее выглядит. Да и все-таки он король троллей. Мистер Ралли запоявился уже и QSS, и клинок разрушенного короля. При этом, идут сейчас инициировать по Стиву, но Стив не чувствует никаких проблем. Слишком легко выйти, когда по тебе действительно нет никакого контроля. На мистер Раллизу здесь попал кокон. Здоровье он потерял. Кстати, возможно, опасная ульта от Реклиса, потому что сейчас Раллиза подхилят, а вот ульты на следующий пак миньонов. На шор закончился, они и так его, ну, тоже, да, могут быстро здесь забирать. При этом, Эйка продолжает давить топ. Опасным моментом для Элеменс становится Азира, у которого уже предметы такие, которые могут позволить ему в одиночку драку выиграть. И, по-моему, все-таки Стив играет недостаточно решительно относительно позиции в этой игре, потому что, ну, он очень много может просто вытанковать урон Поппи и не драться с ней, а все-таки брать ингибитор и бить по нему. Просто игнорировать. При этом, если на него даже пойдут нападать, то потеряется мид тогда со стороны фнатиков. Ты в любом случае останешься в выигрыше, но Элеменс просто не хотят рисковать лишний раз. Ну, и сейчас оба ингиба могут упасть одновременно, фнатики вообще не пытаются их защитить. Без башен они не чувствуются достаточно уверенно. Хорошая глыба идет от Стива, и, по-моему, Элеменсы спокойненько себе сейчас уйдут. Все они здесь, что хотели, сделали. Инициация фнатик может закончить эту игру для них сейчас, если плохая будет. При этом Спратл очень долго танкует. Появляется спирит Ульцарак и прошел. Спратл отходит. Гелиус ультует, выталкивает Фививена, но неудачно умирает уже и Алистара, и Грагас. Элеменсы просто убегают. У Гамсу есть телепорт, поэтому здесь явно... У Фививена все еще есть ультимейт. У Гамсу все еще есть ультимейт. Если они здесь... Можно подчейзить. Да, если они здесь догонят, то... Хотя там по двум сторонам Супер Миньоны нельзя. Нельзя здесь чейзить прям всеми силами. Ну а уже в 3 на 3 здесь скорее всего Элеменсы и Драковы играют. Здесь, кстати, через 5 секунд Дракон. Возможно, Элеменсы хотят остаться и Дракон... Хотя нет. У Айки есть телепорт. Ну и здесь Фнатики неподалеку. Тут вообще один Трандл может троих зонить, на самом деле, в теории. Не. Ну, кстати, втроем здесь за счет Сараки. Ну, два ТП. Два ТП есть. Ну, кстати... Можно вообще делать... Ну, опасно. На топ, например, на Т3 делать СТП было бы. Но, да. Ни к чему. Просто лучше дождаться своих союзников, а там уже продолжать играть. То, что здесь Элеменса дали два убийства, это не так страшно, потому что свою цель они выполнили, два ингиба они забрали. Хорошо по позиции. Здесь Гамсу влетел, просто не дал вражеской команде подойти и поддержать тот момент, когда Спратал инициировал. Много урона все-таки Фибиван вносит сейчас по всем целям. Ну, за исключением, наверное, кроме Трандла, потому что у него уровень слишком большой, но Трандл может бегать туда-сюда, поэтому по нему не так его просто наносить. А Зеро просто вообще, по-моему, с какого-то момента становится вообще все равно, по кому этот урон наносить. У Стива еще и сейчас шипованный доспех появляется. Для Рекласа это, наверное, вообще сущий ад будет. Ну, для него это, по-моему, вообще там Трандла игнорил просто. Я думаю, вообще для Рекласа весь этот сезон сущий ад, потому что там было несколько игр, которые Фнатики выиграли, и они не должны были их выигрывать вовсе. Как раз те игры, где Реклас уходил с лейн-фазы со счетом 0-5. Это была одна игра за Кейдлин, одна игра за Кога. Элементы пушат топ. Последняя линия осталась. Трандл продолжает Поппи напрягать. Очень многое зависит от Фибивона. То есть, у него сейчас такая ситуация, что, в принципе, у него в руках чемпион, у которого есть возможности переворачивать вообще исход любой игры, исход любого командного сражения. Но это сделать так сложно, что по большей части не факт, что у Фнатиков получится вернуться уже. 10 секунд на барон, по-моему, элементы не будут пытаться добивать эту Т3. Мне почему-то так кажется, потому что... Многовато здесь хп потеряли, безрядно здоровье, при этом у него есть и Алистарна. Кстати, а этот барон это хороший шанс вообще в целом для Фнатиков. Оп, Гамсу пытается Стива в контроль посадить, а там же барон. Фнатики там барон, барон... А Стиву, по-моему, даже убегать не стоит отсюда. Так-то. Да, наоборот, ему стоит давить дальше. Так-то у него ульт откатился раньше, чем у Поппи QSS, а это значит, что Поппи ближайшие 30 секунд вообще ничего с этим Трандлом сделать не сможет. Но, возможно, Трандл хочет сделать телепорт за спину команде Фнатик. Не хотят рисковать лишний раз. Гамсу в любом случае придется сейчас оставаться на базе, чтобы сдерживать волны миньонов. Ну и да. Два телепорта готовы уже. И, кстати говоря, есть Рободон у Азира, но Азиру нужна оппозиция. Азиру нужно... Так, пошли телепорты на один и тот же Вард. Инициация от Элеменс. По Клайбаку. Слишком много урона. Минус сорока. До начала драки появляется Эйк, Реклизм, наверное, прожимает QSS. Вообще это его не спасает. Фибивон 1х9 ничего не сможет сделать. И это победа для Элеменс, потому что минус 3. Стив идет просто под башню. Он, по-моему, ее вообще не боится. И кого? Элизу. Элизу башню. Для того, чтобы убивать Элизу, у него в руке должна быть не дубина, а громадный шлепок. Но подойдет и дубина для этого случая. Нексус башня номер один падает. Вторая тоже долго не простоит. И Фнатики проигрывают первую игру последней неделе команде Элеменс со счетом 7-15. 8-15, прошу прощения. Все-таки Эйка решил еще подфидить наконец. Уверенная игра от Элеменс. Все по-своему.